В этом уроке проработаем основной цвет реактора, то есть диффузную карту. И на основании этой диффузной карты создадим в дополнение еще и карту эмиссии. В прошлом уроке мы рисовали технические детали двигателя, а сейчас настало время поработать над основной частью реактора. С помощью умного выделения я выделю основную геометрию, над которой мы будем работать. Для удобства работы скроем все, что кроме, чтобы осталась только та часть, над которой будем работать. Итак, что имеется? Это цилиндрическая форма с парой вдавленных колец. Плюс к этому я сделал группу выделенных участков, которая называется реактор. Эта группа выделенных участков выделяет основную часть этого, так скажем, реактора. Имеет смысл поближе и поровнее выровнять вот этот объект, чтобы рисовать было удобнее. Так как это активная зона реактора, я и хочу изобразить ее таковой. То есть нарисовать нечто вроде лавы, что-то бурлящее, что-то такое, в котором происходит реакция. И как я это сделаю, сейчас я поясню. В данном случае мы находимся справа в настройках проекции. И обратите внимание, включена фрактальная маска. Все другие маски отключены, а фрактальная маска включена. И можно включить отображение, ну превью этой маски, чтобы видеть, что это из себя представляет фрактальная маска. Вот я нажму, здесь установлю галочку, посмотрите, что она из себя представляет. Это такая случайная фрактальная, фрактальный рисунок, который, кстати, довольно сильно похож на лаву. Ну, есть для этой фрактальной маски ряд настроек. Надо бы пояснить, что они обознают. Сид это, ну, какая именно она будет. Это же случайная маска. Вот одну из случайностей мы убираем. Контраст это, ну, насколько сильно контрастность. Если мы уменьшим, то будет все сливаться, а если увеличим, контраст будет сильнее. Также рафнос, это неоднородность. Если увеличивать этот ползунок, то будут более четкие края, если уменьшать, более размытые. Сайз это размер. Размер, ну, надо подбирать по вкусу. Мне кажется, вот где-то в центре, может чуть правее, будет нормально. Ну, в зависимости от сид. И далее последний параметр маска mount. Это как бы сила маски. Я максимально установил, потому что, если делать меньше, она становится полупрозрачной. И, соответственно, рисунок будет наноситься полупрозрачным, что совершенно не нужно. Маску можно инвертировать, и тогда те области, которые не были защищены маской, станут защищены. А другие области, которые были защищены, станут не защищены. Это обычно используется для наглядности, когда, допустим, в тех местах, где маска не защищает, я хочу нанести более темный цвет, а который защищает, будет более светлый. Я нажму K на клавиатуре, выберу кисть, жесткую кисть, а также силу маска установлю flow, единица. То есть максимальная сила маска R. С помощью R я увеличу размер, а нажму J и вызову цвет. Цвет я установлю такой темно-красный. Напомню, что этот цвет будет наноситься там, где нет маски. А маску саму я скрою, отображение маски. Она будет работать, но не будет мешаться. Кстати, мы еще не создали слой для вот этой карты. Давайте создадим слой и назовем его реактор. Вот в рамках этого слоя и будет происходить рисование. Также надо убедиться, что режим смешивания нормальный. И вот рисунок начинает проявляться. Я рисую сплошными масками, а появляется такая фрактальная структура как раз из-за маски. Напомню, что рисуем мы насквозь. Я рисую вроде как по одной стороне цилиндра, но у нас стоит сквозное рисование, так что на другой тоже рисунок наносится. Кстати, пока я не запек маску, ой, пока я не запек то, что я нарисовал, я могу менять маску и соответственно будет меняться рисунок. То есть пока не запеклось, я могу менять как угодно. Это тоже бывает удобно, потому что вот мы нанесли цвет и здесь уже превью работает. Можно настроить получше немножко, как, ну может немножко подправить. Вот здесь roughness, неоднородность, контраст даже можно править. Вот как кажется лучше. Играемся с параметрами. Мне уже вполне нравится то, что получается. Так что я, наверное, нажму B для запечения, B-Bake. Пусть Мари запечет информацию, которая была нанесена. С темным цветом пока все. Теперь займемся более яркими, более агрессивными тонами. Для этого в первую очередь нужно отключить инвертирование, чтобы рисование происходило не в тех местах, в которых мы уже рисовали, а в тех, которые были защищены от рисования. С помощью кнопки J я вызову вот этот вот диалог для цветов и выберу такой яркий, ярко-оранжевый цвет и начну рисовать. Имеет смысл при рисовании отключить шейдинг, потому что шейдинг задает кое-где тени, кое-где осветленные участки. Нам нужно пока что видеть, как работает цвет, чистый цвет. Поэтому включим Flat Shading, то есть отключим шейдинг. Смотрите, некоторые участки неравномерно заполнены цветом. То есть вот тут есть более темный цвет, есть более светлый. Это потому что маска, она не сплошная. Она кое-где полупрозрачная, мягкая, и поэтому происходят такие гладкие переходы, гладкие цветовые переходы. По-моему, вполне нормально получается. Я запеку B Bake. Можно сделать еще поинтереснее, добавить более яркий, более агрессивный оттенок. Выберу обычную кисть с помощью кнопки K, вызову Shelf. Здесь выберу обычную кисть. Обычная кисть, она более мягкая, чем то, что было раньше. И установлю с помощью кнопки J, вызову вот этот диалог для цветов. И такой яркий-яркий цвет. А режим смешивания установлю, например, Dodge Highlights. То есть этот режим смешивания при рисовании мы будем подчеркивать те области. Ну вот вы сейчас увидите, те области, которые заполнены таким жестким цветом, темным, они будут подчеркиваться более ярким. И выглядеть это будет как лава или что-то такое бурлящее, агрессивное. И то, в чем происходит реакция. B, запеку Bake. Тут случился один нежелательный момент. Дело в том, что проекция сквозная. И это было нормально, пока мы рисовали основную текстуру, так скажем. А сейчас мы подчеркиваем, поэтому лучше нажать Ctrl Z, Undo, возврат. И порисуем с помощью проекции не сквозной, а поверхностной. И также можно включить защитную маску. Дело в том, что при подчеркивании нужно действовать аккуратнее, чтобы не было никаких растяжений и прочих проблем. При поверхностной проекции, если покрутить на другую сторону, повернуть объект, то мы здесь не увидим вот этих подчеркивающих вещей. Можно их, конечно, нанести и с этой стороны, и с другой. Но давайте сконцентрируемся сначала на вот этой передней стороне, на которой мы и начинали рисовать. А потом уже можно дорисовать либо самостоятельно, либо еще как-то остальные стороны. Итак, один раз мы подчеркнули яркие места. Но можно сделать это еще раз, тем же способом, с помощью смешивания Dodge Highlights, нанести тот же яркий цвет. И он будет еще подчеркивать, еще осветлять вот эти места. Делая их еще больше похожими на лаву. B, Bake, запекаем. И еще можно сколько угодно это делать. Можно сделать поярче, посильнее радиусу кисти, чтобы долго не водить. Можно уменьшить слегка давление, силу давления кисти, чтобы она не полностью закрашивала вот эти места. А так, как бы в центре этих мест проявлялась эта яркость. Имеет смысл также сменить кисть. У нас сейчас жесткая кисть. Можно и ей рисовать, конечно, используя сниженное давление. Можно ее уменьшить. Разные способы. С помощью К вызвать можно шелф и выбрать изначально такую полупрозрачную мягкую кисть. Уменьшить ее и в самом центре вот этих ярких мест сделать еще сильнее яркость. И стала похожа, вся эта картина стала интересна, стала похожа действительно на лаву, на какие-то процессы происходящие. Теперь можно инвертировать и поработать над темными местами. Сменим цвет. Я просто нажал вот на эту кнопку. Она меняет передний и задний фон. Задний фон у нас... Ну вот сейчас я с помощью кнопки J выберу темный цвет. Увеличу кисть. И то же самое хочу я сделать. То же самое, но только с обратным знаком. То есть сейчас мы... До этого мы осветляли. А сейчас мы выберем режим смешивания, скажем, Burn, Mid, Range. Это подчеркивает средние темные тона. И после того, как я нанес несколько масков, мы можем немножко отрегулировать саму маску. Контраст маски, roughness, неоднородность, добиваясь нужного эффекта. Но как-то нужный эффект не приходит. Можно вместо того, чтобы... Или вместе с тем, что мы меняем саму маску, можно поменять режим смешивания. Вот у нас Burn, Mid, Range. А сделать можно Burn, Shadows. О, вот это вот уже совсем другое дело. Слишком много тут нанесено. Я очищу. И начну заново. Вот уже лучше получается. Темные такие впадины проявляются еще сильнее. Рисовать каждый может по своему вкусу. Кому-то может и не нравятся такие сильные темные вещи. Я вот так делаю. B, Bake, запечем. Сейчас Мари запечет. И я хочу показать, как использовать цветовую карту, которая находится в канале Diffuse, для нового канала, для канала Emissive. А зачем я хочу это сделать? Сейчас объясню. Если включить Shading, вы видите, вот эта текстура с помощью... Вернее, благодаря теням, благодаря Ambient Occlusion, она затеняется. А ведь это должно быть нечто светящееся. Для светящегося обычно используется канал Emissive. Вот давайте создадим быстрый канал. Назовем его Emissive. Вот пустой канал создан. Давайте также откроем стек слоев для этого канала. Этот стек слоев я не буду присоединять слева. Я присоединю его справа. Вот у нас Base. Есть только лишь один базовый слой. Он, естественно, черный, так как мы создали быстрый канал, и он заполняется черным цветом. И хотелось бы в этот канал скопировать уже созданную текстуру. Ну вот сейчас я включил отображение конкретного канала. Это Emissive, он, естественно, черный. А если включить Diffuse, мы смотрим информацию Diffuse конкретного слоя, то есть со слоя реактор. Итак, что нужно сделать, чтобы скопировать? Это делается очень просто. Сальтом просто перетягиваем из одного канала в другой. И тут надо бы выше сделать вот этот реактор копия, новый слой, сделать выше базового слоя, чтобы он перекрывал его. Также можно сделать не только копию, а связанную копию. То есть мы копируем один слой из одного канала в другой, и если мы будем менять один из слоев, то другой автоматически будет считывать эту информацию и меняться так же. Чтобы создать связанный слой, нужно перетащить только с Ctrl-Shift, а не с Alt. Иконка цепочки на слое как раз и означает, что он связан. Теперь каждый раз, когда мы будем менять один из слоев, другой связанный слой будет меняться автоматически. То есть если, допустим, порисовать, доделать заднюю часть вот этого объекта, цилиндра, реактора, то и в одном канале изменится цветовая карта, и в другом, и в канале эмиссии, и в канале диффуз. Но для цели демонстрации связанные каналы не обязательно, связанные карты, связанные слои не обязательно делать, я просто скопирую, и посмотрим, что из себя представляет канал эмиссив. Он весь черный, потому что, смотрите, мы находимся на слое, на слое Base, а Base ничем не занят. Нужно посмотреть не конкретный слой, а конкретный канал. А вот в конкретном канале, в канале эмиссив, появляется вот эта текстура, вот эта цветовая карта. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть с шейдингом. Но в шейдере нужно включить канал эмиссив. Он пока что не включен. Нажимаем на эту кнопочку, выбираем эмиссив, и как только это сделано, вы сразу увидите, что теперь вот этот реактор светится. На него, конечно, падают тени от окружающих геометрий, но он светится. И также эмиссию надо бы добавить вот к этим синеньким трубочкам, красненьким, потому что некоторые вещи, они не просто имеют поверхность, но и имеют светящуюся поверхность. А светящаяся поверхность, это канал эмиссив, за это отвечает. Итак, в этом уроке мы научились рисовать текстуру с помощью маски, причем такая маска с шумом, с фрактальным шумом получилась у нас лава. А в следующем уроке мы продолжим работать над нюансами основной текстуры. Субтитры создавал DimaTorzok